Мобильная связь украинских операторов на территории ДНР уже давно перестала устраивать дончан. Причины в том, что очень часто пропадает сигнал, прослушивается украинской стороной разговоры, а также необоснованно исчезает со счета деньги. По этим причинам и возникла необходимость создания собственного оператора мобильной связи. История оператора мобильной связи «Феникс» началась 2 апреля 2015 года. Именно в этот день Совет министров ДНР утвердил создание республиканского оператора связи. Название выбирали путём голосования на сайте Министерства связи. Так и появилось у мобильного оператора имя «Феникс». Уже 6 июня оператор мобильной связи «Феникс» начал свою работу в тестовом режиме. А в продажу стартовые пакеты поступили 30 июля текущего года. Сегодня мобильная связь «Феникс» покрывает всю территорию республики. По данным государственного предприятия «Республиканский оператор связи», к сети «Феникс» подключилось уже более 50 тысяч абонентов. Летом Министерство связи объявило конкурс на лучший логотип. Однако из-за огромнейшего количества претендентов и высокого уровня их работ времени на определение победителей потребовалось больше, чем планировалось. «Наконец-то мы определились и с логотипом. Определились, безусловно, при вашем участии. В конкурсе на логотип нашей компании принимали участие более 400 жителей нашей республики. Конкурс проходил несколько этапов. И, собственно говоря, сегодня мы здесь собрались для того, чтобы наконец-то объявить итоги конкурса, для того, чтобы представить вашему вниманию наш логотип». И вот долгожданный момент – презентация логотипа мобильного оператора. Его автором стала Татьяна Демина. В основу логотипа легли начертания первой буквы слова «Феникс» в русском и латинском вариантах, формы телефонной трубки, крыла птицы. Цветовая гамма перекликается с государственным триколором Донецкой Народной Республики и несет по замыслу автора ряд смыслов. «Сиолетовый цвет, который предполагает стабильность, статусность. Здесь есть красный цвет, который предполагает то, что в наше время без мобильного связи мы не можем никуда, нигде и никак. Поэтому активность прежде всего. Есть также моменты черного цвета, где тоже статусность и непосредственность. Я бы сказала, насчет самого логотипа. Здесь, если рассмотреть, можно увидеть все нам известные знаки, даже символ трубки, которую мы узнаем, телефонной трубки. В данной организации мобильные связи процветание, улучшение и продолжать в том же ритме». Если вы еще не успели стать абонентом мобильного оператора «Феникс», купить стартовый пакет можно в отделениях связи Донецкой Народной Республики, не забудьте копии паспорта и идентификационного кода. Напоминаем, что тестовый период мобильного оператора «Феникс» продолжается. Так что наслаждаться бесплатным общением внутри сети и осуществлять бесплатные звонки на городские номера можно до 1 января 2016 года. Субтитры создавал DimaTorzok